Всем привет! Дядь Тюр дает прогноз на матч группового раунда Кубка Америки 2021 Венесуэла-Эквадор. В первом туре Венесуэла, ожидая бы проиграла Бразилии 0-3, а в туре втором удивительным образом отстояла нулевая игра с Колумбией при соотношении ударов 2 к 23. Колумбия имела миллион голевых моментов, но умудрилась не реализовать ни одного. Эквадор в первом туре проиграл той же Колумбии, но игра была практически равна и можно говорить о везении для Колумбии. Последние два товарняка Венесуэла и Эквадор отыграли на 1-1, до этого были две победы Эквадора 3-0 и 3-1. Конечно же, Эквадор идет фаворитом на этот матч. Венесуэла чудом отбилась от Колумбии, можно теперь ожидать, что с Эквадором такой фокус и не пройдет. Правда и Эквадор не Колумбия, так много моментов создавать не будет. Много-то и не надо, главное реализовать то, что будет создано. Весь вопрос в том, будет ли оно реализовано. Венесуэла не забивала в последних трех матчах, но забивала в ворота Эквадора в двух последних товарняках. Эквадор в свою очередь проиграл три последние матча, забив в них только один гол. Как видим, встречаются две команды, которые вроде бы как не отнесешь к забивным. Однако в пяти последних очных матчах в этой паре менее двух голов никогда не забивалось. В норме здесь должно бы быть что-то по типу 0-1. Однако в Венесуэле вполне по силам не проиграть этот матч. За последние четыре года у Венесуэлы всего 12 проигранных матчей, в то время как у Эквадора 16. Однако, если посмотреть на низкие коэффициенты на низовой матч, то можно задуматься и о матче результативном. Почему? Ну, во-первых, здесь Венесуэла не забивала в трех последних матчах. Это самая длинная незабивная серия команды за последние четыре года. Эквадор всегда забивал Венесуэле в последних шести матчах. У Венесуэлы ворота были заколдованы в игре с Колумбией. На этот раз можно ожидать, что будут залетать далеко не очевидные голы. Поэтому за базу здесь, наверное, можно брать результативную ничью, скорее всего, на 1-1. Ну, а дальше уже как повезет. Из связки ставок тотал меньше обезобьют да победа Венесуэлы с форой плюс один. Самый высокий коэффициент стоит на обезобьют да, 2-24. На тотал меньше 1-63. На победу Венесуэлы с форой плюс один 1-64. Гадать здесь с победителем достаточно неблагодарное занятие, ибо Венесуэла команда настроения. И если будет удачный день, то запросто Эквадор может охватить четвертое поражение подряд. Но если все пойдет по плану, то победа Эквадора будет нарасплюнуть. Поэтому здесь в качестве оптимальной ставки разумно было бы взять самый ожидаемый вариант низового матча за 1-63. Но из-за низкого коэффициента не очень хочется этот вариант и брать. Поэтому, пожалуй, вариант с обезобьют да за 2-24 будет предпочтительней, поскольку коэффициент имеет намного выше, а шансы на заход не намного меньше. Если говорить о попанской ставке, то здесь логично взять вариант низового матча с высокой планкой тотал меньше 4 за 1-0-5. В очных матчах в этой паре никогда не забивалось более 4 голов. Если говорить о реальной ставке с высоким коэффициентом, то здесь можно поставить на чистую победу Венесуэлы за 5-30. Венесуэла, как уже было сказано, команда настроения. И у Эквадора не выигрывала очень давно, порядка 10 лет. Эквадор в последнее время играет не очень. Если все сложится удачно, Венесуэле вполне по силам забить и не пропустить в этом матче. На этом все. Дядь Юра верит, что у вас все получится. Всем оптимизм и удачи. Будьте здоровы.